Привет всем, дорогие мои зрители! В этом видео я вам хочу рассказать про аромат Loverdose от марки Diesel. Вот такой красивый флакончик в виде сердечка фиолетового цвета вы видите перед вами. У меня флакончик 30 миллилитров. Аромат очень красивый, сладкий. Я очень сильно ощущаю на моей коже нотку лакричник, ваниль и естественно анис. Потом что еще хочу сказать про данный аромат. Данный аромат вышел в 2011 году. Давайте я вам зачитаю пирамидку. Верхние ноты мандарин и анис. Ноты сердца. Жасмин, гордения и лакричник. Ноты базы. Амбра, ваниль и древесные ноты. Аромат очень красивый, аромат очень стойкий. Действительно стойкость там серьезная. Особенно на моей коже он держится очень долго. Давайте мы его нанесем на мою кожу. На моей коже ароматы не задерживаются. Редкостные ароматы могут задержаться на моей коже. И один из них вот этот. Он действительно очень стойкий, очень яркий, очень шлейфовый. Долго сидит на моей коже. Как впитался, так может просидеть 6 часов реально. Дальше что еще хочу вам показать. Хочу показать вам коробочку. Вы видите сколько стоил аромат. 42 евро 90. Покупала я в магазине Сефура. Минус 40 процентов скидки сделали на данный аромат. И в общем заплатила всего лишь 25 евро. Ну 25 евро за такой аромат я считаю это нормально. 42 евро я не думаю, что он стоит этих денег. Можно купить нишу. Дальше вот так вот выглядит сама коробочка. Покажу вам со всех сторон. И здесь все черно, темно. Что еще сказать? Носить этот аромат. Кто можете выносить? Да любой, кто любит лакричник. Тот, кто любит они смогут смело покупать этот аромат. Хотя я буду советовать лучше всего потестить. Это мой совет, потому что он может и не понравится. Он быстро не раскрывается. Этому аромату надо время, чтобы он раскрылся. И вы знаете, что я хочу сказать? Что его можно все-таки сравнить с другими ароматами. Хотя мне не очень сильно хочется его сравнивать с другими ароматами. Но с Лолита Олимпика можно сравнить в парфюмированной воде, в концентрации парфюмированная вода. Все-таки он чем-то похож. Хотя они совершенно разные. Да-да, есть схожесть очень сильно. И носить его можно днем, можно его носить вечером. Лучше всего носить его в прохладную погоду. Вот зимой он хорош. В раннюю весну тоже очень красиво раскрывается. В позднюю осень, когда уже холодно. холодно тоже очень красиво звучит. Летом он какой-то другой и какой-то неприятный. И поэтому я категорически отказываюсь наносить его, когда теплая погода, когда жара. Так что вот так. И, наверное, я на этом буду заканчивать. Потому что, если честно сказать, то мне больше нечего сказать про него. То есть больше всего он монотонный. То есть он, когда он раскроется, да, вот ему нужно немножко времени. Я уже сказала об этом. Но когда он раскроется, он монотонный. Слышится лакричник один. И все. Один лакричник. Так, серьезно я его ощущаю. И может быть какие-то древесные ноты. Но где-то там далеко-далеко-далеко эти древесные ноты. Хотя отголоски есть. Амбру я вообще здесь не ощущаю. Поэтому вот так. Этот аромат я тоже отдаю моей дочери. Она хочет его к себе в коллекцию. Пусть носит на здоровье. И на этом я с вами буду прощаться. Всего вам хорошего. До скорой встречи, дорогие мои. Я вас всех целую. Пока-пока.